Так себе внимание. Если бы вы знали, господа, что происходит при дворе, гости знали, что ее тетушка, княгиня Толстого, двоюродная сестра Думского Львова, бывшая Фрейлина, пользуется слухами из первых рук, потому слушали внимательно. Красавица не скупилась. Она рассказала, будто английский посол Бьюкенен прямо сидит на шее маленького полковника. И на позиции их плохо, поражение за поражением. И при дворе ни складу, ни ладу, ни увеса, ни привесу. Один на другого беду валит, а виноватого нет. Я почитаю вам из письма тетушки. Тетушка писала, что Бьюкенен, хоть и джентльмен, а держится варваром при дворе Российской империи, как можно так беспардонно вести себя даже послу. Его величество с лица сменился ужасно нервничай. А когда царь сменил Сазонова и поставил Штюрмера, слывшего сторонником сепаратного мира, Бьюкенен в тот же день телеграфировал в Лондон. Судя по всем данным, Штюрмер является германофилом в душе. К тому же он, будучи отъявленным реакционером, заодно с императрицей хочет сохранить самодержавие в неприкосновенности. Если император будет продолжать слушаться своих нынешних реакционных советчиков, то революция в России, боюсь, является неизбежной. Далее тетушка писала, в тот же день сиядь и пеша стала достоянием высших кругов столицы. И многие считают, что английский посол совершенно прав. Революция неизбежна. Ужас, какие страсти. «Господи, помилуй, отозвался миллионщик Чевелев». «Ну дай-то Бог», — сказал Петр Иванович Гадалов. «Чему быть того не миновать», — вздохнул Синельников. «Россия на пороге революции», — подал голос, и Петр Иванович востротен. И все оглянулись. Человек он сведущий, образованный дипломат в некотором роде. Он все еще сидел один и не пил, и не притронулся к кушеньям, заботы одолели. Видел, как бывшая полюбовница миловалась с Елизаром. Петр Иванович прав, пропела Евгения Сергеевна, сообщив, будто французский посол Морис Палеолог высказался еще хлеще Бюканена. Он будто говорил недавно великой княгине Марии Павловне, что где сам царь губит Россию, и что его царство не скоро кончится катастрофой. И неплохо, если бы все лица императорской фамилии объединились сейчас и предприняли решительный шаг, дабы устранить зло. Он так и сказал Марии Павловне. «Я имею в виду драму Павла», на что княгиня в ужасе ответила «Бог мой, что же будет?» А Марий сказал «Или революция, и тогда еще неизвестно, что станет с Россией, или упразднение слабого царя с его министром-предателем». «О, Господи!» — вздохнул Чавелев, вытирая лысиду. «Беда, беда, грядет!» — поддакнул Елизар, Елизарыч и как бы невзначай прижал коленями Евгению Сергеевну. «Не дай-то, Господи, как в 905-м!» «Ну, положим, 905-й не вернется!» — возразил господин Востротин. «Если грянет революция, тогда не то, чтобы престолу не устоять, но вся империя развалится!» «Но что же делать?» — замахнулся кто-то и тут же притих. «Что делать?» — подхватил Востротин, поднимаясь. «Сейчас же подписать мир с Германией и покончить с нашей азиатчиной!» «С азиатчиной?» — таращился Чавелев. «Да, с азиатчиной! Пусть нас научит цивилизованный мир управлять государством и промышленностью! Нельзя терпеть, когда миллионщики, как медведи из берлоги, не ведая ни образования, ни порядочности, прут в сапогах в каретный ряд!» Гости притихли, слышно было, как сопел лысый Чавелев, и трудно вздыхал синельников. Оба они из берлог и в каретный ряд затесались. Елизарь Елизарович подтянул толстые ноги, хищновато подобрался. Намек Востротина уразумел вполне и ответ готовил. «Ты, мол, не из берлоги вылез, а из подворотни мистера Линда, русского американца во французских штанах! Ты и Россию готов продать хоть американцам, хоть французам, кто дороже заплатит, а в русских медведей пальцем тычешь, погоди уже, рубану с плеча!» Но рубануть не удалось. Востротин трагично возвысил голос. «Азиатчину и варварство, господа, терпеть нельзя в наш просвещенный век!» «А что вы скажете, если один из миллионщиков, не брезгуя ничем, грабит инородцев в Уренхайском крае и учиняет варварские самосуды? Этот миллионщик до того озверел, что даже собственную дочь поместил в публичный дом!» «Господи, кто такой?» Ахнули оглядывать. У Елизарь Елизаровича пот выступил, и борода мокрой стала. Прямо перед собой он видел бутылку в ведерке. Схватить бы ее, да в башку Востротину!» Не схватил. Гадалов поспешно ушел, а Евгения Сергеевна удалилась. «Один, господи, помилуй, на позор выставил Иуда, Христосиком прикинулся. Кто же это, господи, охала Синельникова? Сейчас узнаете!» Кривил губы Востротин. «Пусть сама эта девица расскажет, как благословенный родитель издевался над нею, чуть не убил, прежде чем выгнать на все четыре стороны, без участия и поддержки, без вида на жительство, без копейки денег. И она ушла, несчастная, скитаться по земле». Елизару Елизарычу будто серой горючей ударило в ноздри, воздух стал угарным, дыхание перехватило, беда пристигла беда. Вот как надумал отыграться за 137 тысяч золотых целковых Востротин. Учудил спектакль подлец, а сам-то каков. Не он ли с Линдом содержит особый дом на Береговой, и в тот дом мадам Тарабайкина-Маньчжурская поставляет девиц для утеки? А мало ли он, Востротин пустил людей по миру, мало ли выжил золотишко из пасконных душ приискателей, мыкающих жизнь в потемках. Рыкнуть бы на всех, топнуть, да за шиворот схватить джентльмена, вытряхнуть из французских штанов да выставить, перед всеми на показ, глядите, каков Христосик. Не рыкнешь и не топнешь. У джентльмена хватка не волчья, тигриная. Мягкими шажками, умильными словесами, с образованностью, начитанностью, да за горло ближнего. А что он, медведь? Не образование, не повадки тигриной, весь снаружи, без всякой хитрой накладки. Поруха, рванул крахмальный воротничок, черная бабочка спорхнула на пол. Он стоял один возле столика, дрожа от ненависти и стыда. Кулаки, как кувалды, обить некого. Эх, как бы Господь умудрил словом. Не одними миллионами, оказывается, бить надо, но Господь не дал слова. Нем как рыба или того хуже. Погодите же, не спешите, за упокойной службой живодеры. У теха малая, когда всеми поруган, да без утехи совсем хана. Прошу вас, вещает гладенький востротин во французских штанах, проявите милосердие к поруганной девице. Она ни в чем не виновна. Все с нетерпением ждали, что за девицу приведет господин востротин. Надо было уйти, Елизар Елизарович, уйти от позорища, да он все еще на что-то надеялся. И вот появилась она. Все поднялись, глядя на стройную красавицу с черными волосами, собранными в замысловатую прическу. Она была в нарядном голубом платье, голову держала книзу, совсем молоденькая и не такая уж разнесчастная, какой изобразил востротин. Евгения Сергеевна испуганно ойкнула Дарьюшка. Елизару Елизарычу словно нож сунули под лопатку. Он выпрямился во весь свой богатырский рост и рот распахнул. Именно так Дарьюшка, господи помилуй, из больницы взяли, успел подумать. Да что же та, полковника по дыму, самого губернатора, и был таком. Все ждали, когда востротин назовет имя черноволосой красавицы, но он нарочно медлил. Прошу любить и жаловать, сказал наконец, беря девицу за руку, дочь Елизара Елизарыча Юскова, нашего почтенного сокомпанейца хлебосола и христианина. Как вас звать, барышня? Девица удивилась. Уже ли забыли, Петр Иванович? Лилия и звать. Именно так нарекли вас родители, домогал сон. Так уж родители. Родитель мой выбил из меня имя кулаками, век не забуду. Елизар Елизарыч мчался в распахнутом пальто. Он шкуру спустит с доктора. Он всех жандармов поднимет на ноги. До губернатора дойдет. Погоди уже, французская харя. Учищу тебя. Родня не признает. И пел миллионщик. Законом учищу. Было три часа дня, когда Елизар Елизарыч как вихрь влетел в ограду больницы. Ступенек не считал. Одним махом перемахнул все. Кнул сапогом дверь. Доктор Столбов не успел подняться с кресла, как Елизар Елизарыч схватил его за воротник. Душу из тебя поганую вымотаю. Где она? Сказывай. Как ты посмел отпустить ее на поруганье в дом терпимости? Сказывай, чудище. На помощь! Взревел Столбов. Санитары! Я тебе дам санитара в чудище. Век помнить будешь. Губернатору Павлаку. И как Пушинку поднял доктора с кресла. Подоспели санитары, привычные к обращению. Медведя подмяли, завалив на кушетку. Вяжите, вяжите. Расприжался Столбов. Елизар Елизарыч хрипел, отбивался. Но санитары связали. Смирительную. Девица назвалась Евдокией. Евдокия Елизаровна, уточнил во строте. Отреклась навек от родителя. Евгения Сергеевна ласково спросила. Вы сестра Дарьи Елизаровны? Сестра. В один час народились. Вы так похожи. Еще бы усмехнулась Дуня. Родимая матушка и то нас спутала. Глянет на которую и спрашивает. Дуня ли Даша? У нас и родинки на одном месте. Да родители по-разному распределились. Дарью в гимназию учили, баловали. А меня в 15 лет замуж выдали за Урвана, который был управляющим у Иваницкого. Ох, и натерпелась я от Урвана. Что родитель, что он из одной берлоги. Измывались так, что руки на себя наложить хотела. Тут госпожа Синельникова прослезилась. Умяли миллионщика. Ни ногой дрыгнуть, ни прыгнуть. Явился Столбов. Санитары отошли от железной кровати. Ну, как себя чувствуете? В ответ утробное рычание. Да, сказал доктор. За Дарью душу из тебя вымотую. За взятку продал. Сколько отвалил Востротин? Доктор снисходительно покачал головой. Бред. Теперь понятно, что за болезнь у Дарьи Елизаровны. Наследственность? Но Елизарь Елизарович ровно догадался, чего доброго можно и остаться здесь, в этой келье каменной. Ладно уже, примирительно сказал он. Дело-то щекотливое, понимаю. Востротин отвалил тебе изрядный куш. Ну да и я не без денег. Упреждаю. За Дарью, жандармское управление, ответ потребует. Доктор уставился ему в глаза. Так что же она? Елизарь Елизарович ответил. Только что видел Дарью в доме Гадалова. Ее привели из заведения, дабы опозорить родителя перед миллионщиками. И все это, конечно, подстроил мошенник Востротин, с которым он, Елизаров, на ножах. Ах вот, как соображал доктор. Но позвольте, как же могла Дарья Елизаровна оказаться в доме Гадалова, если она находится у меня здесь? Нету ее здесь. Столбов подумал, пощипывая в воротку, и приказал санитарам привезти больную. Господи помилуй, ежели Дарья здесь, проговорил Елизарь Елизарович, уже догадываясь обо всем. Как я запамятую, должно Авдотия отыскалась. Авдотия? Двойняшки они, и тяжко вздохнул Елизарь Елизарович, пробуя высвободить руки. Развяжите, ежели Дарья увидит, испугается, господи, эко и напасть. А я-то подумал, что Дарьюшку Востротин вытащил. Дуня же, это Дуня. Из коридора в смирительную комнату ворвался какой-то больной в сером рваном халате с рыженькой бородкой, маленький, тщедушный. Выставив вперед ногу, подбоченись важно спросил, царь я или не царь? Доктор оглянулся. А ты? Санитар схватил больного и потащил прочь из комнаты. Как ты смеешь, хам, хватать меня за царскую мантию? Нацажился больной, вцепившись рукой за косяк двери. Царь я или не царь? Царь, царь, успокоил доктор. Но разве здесь твой царский трон? Иди на свой трон. Иду, руки прочь, хам, не пачкай мою царскую мантию. Санитар подтолкнул царя в спину топой-топой. Маленький рыжий человек вывернулся от санитара, выскочил на середину комнаты подрал вверх точь-в-точь, как на одном из недавних портретов царствующей осу. Доктор Столбов подошел к царю, взял его за бороду. Ты что, домогаешься, чтобы я приказал остричь тебе бороду? Царь присел от испуга, забормотав, что он немедленно вернется на свой престол и будет тих и нем, как того требует господин доктор. Без бороды мне сразу смерть, сразу смерть. Отпустите, господин доктор, ради Христа отпустите. Тот же царь. Иди, сиди смирно на престоле. Царь покорно убрался во свояси. Экая, бормотнул Елизарь Елизарыч, на царя-то, господи помилуй, очень запохаживает, как вроде с портрета срисован. Совершеннейшая копия поддакнул доктор Столбов дюйм к дюйм. Если подставить рядом с царствующей особой в соответствующем облачении, то не сразу узнаете, который из них лжецарь. На том и помешался. Елизарь Елизарыч, подавлено притих, чувствуя себя весьма неуютно, на жесткой, как каменная плита, койке. Развяжите, господин доктор, жалостливо провернул Елизарь Елизарыч, багровее от стыда. Извините великодушно, если вышло так нехорошо. Позоришься экою учинил Востротин в доме Гадалова. Нежданно-негаданно и вдруг такое. Распахнулась дверь, вошли санитары, с ними Дарьюшка. Тихая, как тень, волосы едва прибраны, сама в халате, босиком. Ни слова, ни вздоха. Доктор заслонил с собой Елизара и велел санитарам увезти Дарьюшку. Но что скажете? Виноват. Кругом виноват. Вижу теперь. Укатают меня, укатают. То есть. Востротин на всю губернию ославит за Авдотью. Ждал ли экоя ни сном, ни духом из памяти вышибло, будто... Столбов начал развязывать Елизара. Что же вы намерены предпринять? Из ума вышибло. Повторил Елизар Елизарыч. Призову полицию, чтобы взять Авдотью из заведения. Экоя, напасть, господь. Поднялся помятый, жалкий, покуда приводил себя в порядок. Столбов намекнул, что хлопот с Дарьей тут немало. И то, и сё. Миллиончику разумел намёк. Пообещал чек на три тысячи, чтобы содержать больную не в голых стенах, а как положено в приличном помещении. И чтобы она ни в чём нужды не знала. Особо упреждаю, ни в коем случае не допускайте никаких господ, окромя Евгении Сергеевны Юсковой с дочерью. Может ещё припожаловать прапорщик такой, Боровиков фамилия, скажет, если что Дарья невеста его в раке. Ежели на рожон полезет, образумьте, чтоб век помнил. Дарьюшка тем временем, сидя в каменной келье, глядела сквозь решётку окна во дворик, пустынный и голый, с вытоптанной травой. За двориком стена, над ней серое осеннее небо. Оно всегда здесь серое, неуютное, без солнца. На столике Евангелия единственная книга, которую дозволяли читать, чтоб Дарьюшка в уме укрепилась. Затворница. Позор, позор, позор. Кого бы Елизар Елизарыч не встретил из своих, каждый отворачивает морду. Молва по всему Красноярску, такой и сякой, жестокий и алчный. Красавицу дочь погубил, Дуню, конечно. Про Дарьюшку никто и словом не обмолвился, не успели прознать, что ли. В поисках беспутной Дуни понаведался в заведение к мадам Тарабайкиной Маньчжурской, прихватив с собой для бодрости квартального. Но Дуни там не оказалось. Была ли? Была, но недолго. Перешла будто на содержание господина Востротина, и что Востротин увёз её в Питер. Ищи-си-си. А третья дома убогая и горбатая. Так и жизнь кончится, горестно раздумывал Елизар Елизарыч, поглядывая на чубатые седые горы. Не все горы одолею должно. Горы всё выше и выше, а силы всё меньше и меньше. На какой-то горе Иоминь отдал. Понимал, жизнь менялась не по дням, а по часам, к добру или к худу. Давно ли был он царь и бог тайги, и никто не смел перечить, а теперь хамьё поднимает голову. Какое-то соображение имеют, на царя поплёвывают. И самого бога под лавку упрятали. Куда же девалась старина? Переворот. Сказание третье. Эпиграф. И сей день не без завтрашнего, без огня вина не высушен. Зависть первая. Минули новогодние праздники, настал 1917 год. У Дарьюшки в гостях побывал отец. Неловкий, ласковый, участливый, прячущий глаза, с богатыми подарками, с поклонами от всех юсковых. Преневоливать не стану, виновата пообещал отец. Живи, как надумаешь. Потребуется помощь, скажи. Спасибо, кротко ответила Дарьюшка. Поправишься, живи у Михаила Михайловича, не откажешь. Да и денег я оставил Евгении Сергеевне. Хочешь, приезжай домой. И про замужество так же. Выйдешь за кого с богом. Девой жить будешь, спаси Христос. Дарьюшка не удержала слёз. Если бы давно вот так поступил отец, разве бы она пережила столько унижений им. Григория Андреевича призвали на службу в казачье войско атамана Сотникова. Сообщил, как бы между прочим. Из России слухи идут, престол самодержца подталкивают в столице. Как бы не рухнул. Народишко отощал за войну голодуха. И вдруг Дарьюшка явственно услышала знакомую мелодию «Боже, царя храни». Отец достал часы из кармана, нажал головку, чтобы оборвать музыку, поднялся. Облобызаю тебя, да пойду. Дела-то, но не крутые, ни сна, ни покоя. И, чмокнув дочь в переносе, ушел из палаты к доктору на второй этаж. Пожилой, обрюзгший неряшливый Столбов, нетерпеливо похаживая по кабинету, говорил что-то о нервно-реактивных психозах. И что Дарьюшка, в сущности, почти здорова, да и не была столь опасной больной, чтобы ее изолировать. Но, тем не менее, она может остаться пожизненно в психиатрических больницах. Как так пожизненно таращился Елизар Елизарович? Такое поступило решение губернского жандармского управления, ответил доктор. «Если можете, буду вам признателен», поклонился доктор Пощиповой, клин бороды, и Елизар Елизарович вынужден был прикусить язык. «Никого он не разнесет ни в пыль, ни в прах». Единственное, чего добился таежный медведь. Доктор обещал держать Дарьюшку в Красноярске, а не отправлять в томскую психиатрическую больницу в строгую изоляцию, как было определено решением губернского жандармского управления с крепленным подписью прокурора. Мороз, мороз и тоска. Дни короткие, ночи длинные. Отгорел на щеках Дарьюшки румянец, сгорбившись, петляло по палате и все зябло, засовывая руки в рукава халата. Глаза ее, такие ясные, когда-то смоляные, точно опрокинулись и глядели внутрь, как в единственный источник радости и утешения. На лбу врезалась вертикальная черточка, редко расходились брови. Тоска, лютая, мутная, неизбывная, схватывала ночами за горло, втискивая лицо в подушку, истекая скупыми слезинками, отчего на душе становилось еще беспросветнее. Так вот, какова счастливая третья мера жизни. В редких снах напоминало о себе нешумливое таежное детство, тройки с колокольцами на масляной неделе, суетливый Елизар, второй с пением салмов, нелюдимый отец при золотых часах, набожная Клавдеюшка, горемычная скиталица Дуня, и совсем не кстати Исаул Григорий с его жадными глазами. Был день, обыкновенный зимний. Самодержец всея Руси, царь Польский, великий князь Финляндский и прочее, прочее, помазанник самого Господа Бога, Николай II отрекся от престола. Власть перешла в руки временного правительства, составленного наспех. Туда вошли князь Львов, известные капиталисты Гучков, Терещенко, Коновалов, буржуазный историк-публицист Милюков и демократ СССР, Керенский и прочие-прочие десять министров-капиталистов. Бурлящая кипень, очищающая от скверны, революция. Телеграфист-почтампта, тихий чиновник, принимая чрезвычайную депешу, испугался. Быть того не может, не ошибка ли, не провокация литомских телеграфистов. Бумажная лента текла на стол, испещренная точками тире, скручивалась витками, заполненная таким огромным содержанием, объять которой не в силах был чиновничий ум. Всем-всем-всем, самодержец, всея Россия, и создана временная правительство. Схватив ленту, телеграфист побежал к начальнику почтампта. Тот некоторое время хлопал глазами, а потом сказал, что надо подождать до вечера, и, тяжело отдуваясь, вышел охолонуться на воздух. И телеграфист, исполнительный и благонадежный, не утерпел-таки, вынес из кабинета начальника потрясающее известие в присутственный зал. Из почтампта на улицу и понесло, завьюжило по городу на Енисеи из дома в дом, из казармы в казарму, а к вечеру весь город охватила пламенем Ре-во-лю-ци-я. Еще никто не знал, не догадывался, как она полыхнет по России, кого столкнет в яму забвенья и притопчет, кого вознесет, кому суждено жить, а кому сложить голову во славу ее торжества. Но ее приняли без оговорок, как долгожданное утро после кромешной ночи. Униженные, оскорбленные поднялись, дохнув во всю грудь, самым жертвам. Буржуазия, именитые купцы всех гильдий, промышленники, мещане, акционеры всех компаний, пайщики банков, чиновники сперва перепугалась, но поразмыслив, согласилась. Во временном-то нашинские люди в доме Михаила Юскова ликовали, нацепив красные бантики, вспомнили про существовавшую партию конституционалистов, демократов, или, как ее все знали, кадетов, нашинская партия. Престарелого Михаила Юскова выдвинули с большаком губернских кадетов. Согласен, господа, поклонился старик единомышленникам и отдельно гадал, если у нас будет парламент, терпеть можно. Но не сказал, что и царь должен остаться на престоле, как в Англии король. Надо же и помазаннику божьему уделить кусок пирога. Не гнать же, коль сам господь послал. Мороз кует землю, а всем жарко. Революция! Подобно жар птицы в палату к Дарьюшке впорхнула Аина Юскова в норковой жакетке с алым бантом на груди, в соболь ей шапочке, прикрывающей только на затылке узел ее каштановых волос. И вся она, разгоряченная морозом, событиями, готова была вспыхнуть и сгореть. Даша, милая ты моя подружка, обняла Аина Дарьюшку. Теперь ты свободна, Дарьюшка. Ты же настоящая революционерка. Кончилась власть жандармов, и ты будешь с нами. Если бы ты знала, что происходит в нашем доме, даже старик расшевелился и не брюзжит, представляешь? Он теперь председатель партии кадетов или союза 17 октября. Не разбирайся. Все отчаянно возбуждены, и такие разговоры ужас. Как бы старика не хватил удар, ей богу, выплескивалась Аина. И на нашем механическом заводе митингуем, и в депо, и солдаты в гарнизоне, и в Мещанской управе был митинг. Везде, везде, по всему городу. Столько открылась партии. Ужас! Я и не представляла, что в нашем городе так много разных партий. Боженька! Вся кача кишит ворами и налетчиками. Тихий кошмар. Теперь без оружия не выйдешь на вечернюю прогулку. Дядя приподнёт мне подарочек. И, оглянувшись на дверь, Аина достала из меховой муфты французский пистолет, помещающийся на ладони. Слушая Аину, глядя на её пунцовое лицо, Дарьюшка никак не могла понять, что за революция в городе. Что ты так смотришь, опомнилась Аина. Или ты не рада, что произошла революция и царя свергли? Царя свергли? Округлились глаза у Дарьюшки. Так ты ничего не знаешь, о Господи. Такие события, Даша, нету, царя нету. Со всем престолом рухнул, власть перешла в руки временного революционного правительства. Представляешь, жандармы скрылись? Куда скрылись? Попрятались, как крысы в норы. Я ничего не знаю, ничего не знаю. Меня же видишь, как арестантку под замком держат. Евангелие, тетрадка и вечный замок. И этот проклятый доктор. О, ты теперь свободна, свободна. Они меня не отправят в Томск. Ты же выздоровела. Доктор сказал, что у тебя все прошло и ты теперь совсем забыла про эти самые пять мер жизни. Страхота, ей-богу. До чего тебя довели? Так вот, в чем дело. Они думают, что Дарьюшка действительно сошла с ума, когда говорили, что существуют разные меры жизни у каждого человека. И фельдшер сколько раз предупреждал Дарьюшку, что если она будет говорить о мерах жизни, то ее обязательно отправят в строгую изоляцию в Томскую психиатрическую, и она навсегда останется там. А Дарьюшка схитрила, научилась умалчивать про свои думы. Никому нельзя доверять, даже подруге Аине. Мы с тобой вступим в партию социалистов-революционеров. Это будет потрясающе. Мы, эсерки, зверски. Эсерки, Дарьюшка вспомнила о партии большевиков, к которой принадлежал Тимофей. Большевики? Аина покачала головой. Такой партии нет. Ты что-то перепутала, милая. Нет, Дарьюшка, ничего не перепутала. У нас в Белую Елань перед войной пригнали в ссылку одного большевика. Их все гнали в ссылку. И эсеров, и анархистов, и террористов. Тебя арестовали как террористку, потому и держали так строго. Боженька, террористка, тихий ужас. Ты ведь не помнишь, как напала на конвой? Я не нападала на конвой. Это жандармы выдумали. Я только хотела, чтобы люди не жили в цепях и не шли на каторгу, как животные. Они же люди. Боженька, аина рассыпалась звонким смехом. Это и есть призыв к свержению царя со всеми жандармами. Они же на штыках и тюрьмах держались. Да-да, на штыках и тюрьмах, повторила Дарьюшка. Но если б ты знала, какие они жестокие, свирепые и подлые. О, я помню. И вечно буду помнить. Что помнить? Зачем помнить? Тебе же будет хуже. Как говорит Ионыч, не надо травить старые раны. Дарьюшка закашляла, закрыв рот платком. Она теперь часто кашляет, еще с декабря. Сколько раз ее прослушивали и осматривали доктора. Один из них предупредил, чтобы боялась простуд, сырости и особенно распутицы. Фельдшер потом пояснил, что доктора нашли у нее бронхиальную астму. Он такой славный старичок, фельдшер. Она не знает ни его фамилии, ни имени, ни отчества, но всегда с нетерпением ждала его дежурства. Он разрешал ей выходить из палаты в квадратный дворик за высоким забором. И она наслаждалась морозным воздухом, а потом кашляла. Ты что-нибудь пьешь от кашля? Пройдет, ответила Дарьюшка. Как мне надоело здесь. Всегда одна в палате. Такая скука и ужас. И крики, крики, стоны. Тут одна сумасшедшая и кричит ночами напролет. И я так измучилась. Ты за мной приехала, правда? О, хоть сейчас. Только как же в халате? Бог мой, я же тебе привезла пальто и все, что надо. Сейчас оденешься и на санках по городу. Шикарно. Настывшая беличья дошка, фетровые боты и даже красный бант с английской булавкой. Дарьюшка с радостью сбросила с себя больничное белье, халат. А Инна с ужасом заметила, как она похудела. Теперь ты поправишься, милая будешь, как и я. И надула свои красные щеки, как резиновые мячики. Шикарная рубашка. О, это голландская. Большая. Ой-ой-ой, ты в ней утонула. Боженька. Ничего, подберем другую. Я же не думала, что ты стала такая пикантная особа. Как бы линка в поле. Ой, умора, сегодня у нас будет званый ужин. Мой дядя, князь Толстов, пожалует из гарнизона со своими революционерами. Умора, а теперь все революционеры. Вот и расписные санки с медвежьей полостью. Сколько раз Дарьюшка каталась в этих санках с Аиной, когда еще была гимназийской. Узнала Василия, толкнула Аина кучера в спину. Да. Помнишь, как он вывалил нас на Енисеи, и я вот такую шишку набил об лед. Дарьюшка запамятовала про шишку. Так ведь тогда Дарьи Елизаровны не было, обернулся кучер. С одной из сестер Терских катались. Хорошо, что напомнил. Завези меня к сестрам Терским. Я их должна пригласить на вечер. На стенах некоторых домов торчали древки с флагами, и флаги были разные, от бело-голубого, Андреевского до совершенно красного. А с одного балкона свешивался черный флаг. Оставили Аину у дома Терских и поехали обратно. Вот и дом Юсковых, глупоглазый, не успевший потемнеть от времени, из миндовых бревен, с причудливым угловым балконом. Обширный двор с каменной конюшнею на три выезда. В глубине ограды американский автомобиль, закрытый брезентом. Домик для людей, конюхов, дворников, лакеев, под навесы с экипажами и санками. Парнишка с метлой на середине ограды, дворник в фартуке с широченной деревянной лопатой, сгребающей в кучу выпавший с утра снег. И знакомая дверь, обитая тисненой кожей. Дарьюшка приглядывалась к каждой мелочи, узнавала и не торопясь шла к господскому дому. Тут все так же, сейчас увижу Ионыча. И лысый Ионыч встретил Дарьюшку в прихожей у двери. Слава Христе, возвернулись. А у нас в доме такая круговерца этой революции. Все с ног сбились. Отродясь, такого не было. Даст Бог, утрясется, умнется и опять будем жить, поживать и песни попивать. Сообщил, что для Дарьюшки приготовлена комната по соседству с гостей из Петербурга, сестрой хозяйки, и если Дарьюшке не понравится, она может перейти в первый ярус, где жила в гимназические годы, и что в доме сейчас гостюет старший сын Михаила Михайловича от первого брака подполковник Владимир, бывший помощник военного аттажа в Англии, неделю назад приехавший из Владивостока, и что вместе с ним припожаловало много чужеземцев, и, слава Богу, уехали четверо, остался еще какой-то русский мексиканец, бунтовщик и разбойник. Наверху Дарьюшку встретил Евгения Сергеевна, моложавая, прямая и статная, в черном бархатном платье с белым воротничком и с красным бантиком на упругой груди, с такими же синими округлыми глазами, как и у дочери Аины, с шишкой русых волос, уложенных на затылки, и сколотых черепаховым гребнем с каменьями и еще бабушкиным наследством. «Прости, милая, я у тебя так редко бывала», певучи проговорила Евгения Сергеевна, поцеловав Дарьюшку. «Весь дом на мне, весь дом, а тут еще такие события. Но как же ты исхудала, милая, и печальная». «Я?» «Нет, что вы, Евгения Сергеевна?» «Глаза у тебя печальные», промолвила Евгения Сергеевна. «У меня такие же были, когда я выходила замуж за Юскова. Но ведь тебя никакой старик не сватает». «Вымученно усмехнулась, думая о чем-то далеком от Дарьюшки». «Ну да все пройдет. Встряхнешься после больницы, забудешь совсем о своих мерах жизни. И глаза станут веселыми. Сейчас бы тебе ехать на воды, но такие события. И на водах, наверное, и революция». «Ты ведь совсем поправилась от этого?» «Да, да, поправилась», «Просто смешно, как ты размеряла жизнь на пять мер. Я так и не узнала, что с тобой случилось». «Ну, мы еще поговорим. Сейчас пойди к себе, там все приготовлено. Оденься, ванную можешь принять, а потом вечером милости прошу в гостиную». «Аина говорила тебе, что брат мой, полковник Сергей Сергеевич, бесстрашный рыцарь, прибыл с фронта со своими офицерами еще осенью». «Такие события». И ушла величественная, холеная, нарядная. В доме Юсковых не было того продуманного порядка и стиля, как в петербургских и московских домах. Все тут было чересчур крикливо, несимметрично, надменно и даже пошло. Что-то старорусское, купеческое пучилось в каждой комнате, залах, коридорах, боковушках из каждого угла. Глупо устроены были отяжеленные металлом электрические люстры, настенные бра, зеркала, пушистые ковры и громоздкая мебель. Каждый, кто входил в дом, невольно сталкивался с этим коммерческим, бестолковым, крикливым и уродливым вкусом. В доме Юсковых не было ни порядка, ни согласия. Евгения Сергеевна открыто позорила мужа и гордилась этим, презирая пересуды знатных дам. Дочь Аина жила обособленно, никому не подчиняясь и никого не признавая. Лакеи, слуги, горничные, служащие главной конторы не знали, перед кем гнуть спину. Распоряжались все. Старик Юсков и Юсков-сын, начиненный лондонским туманом, чувствовал себя хозяином мистер Четтерстворд, американец, доверенный Джона и пользовались и Юсков-старший, и Гадалов, и Вастротин. Юсков во всем был зависим от вице-председателя Сибирского акционерного общества пароходства, промышленности и торговли Вастротина, а тот, в свою очередь, зависел от заокеанского капиталиста, в чьих руках был основной пакет сакций. Сам Четтерстворд, проживающий у Юсковых, исполняющий волю своего хозяина не без интереса для себя, задавал тон в доме, любезничал с хозяйкой без стеснения и как бы подсматривал за престарелым Юсковом. И хозяин, шаркая пятками, уползал в свою нору, в ореховый кабинет за дубовой глухой дверью, замыкаемой на три ключа. В кабинете стояли бельгийские металлические сейфы с ценными бумагами, а теперь, в тревожное время, в сейфы перекочевало не менее двух пудов золота в слитках, несколько пудов серебра и золота в валюте. Все эти дни, после возвращения сына из Англии, откуда он был отозван еще по указанию самого царя, Юсков-старший находился в таком состоянии духа, который мучительнее всяких угрызений совести. Хмуро подозрительно смотрел он на домочадцев и особенно на сына, который вернулся с Британских островов, утратившим дух русский, ругающим все и вся, да еще приволок за собой свиту навязчивых, грубых и наглых людей, которые шумели, много пили, судили русских, в доме которых ели дармовой хлеб. Смеялись над русскими генералами, не умеющими воевать, хвалили Вильгельма и его вышкаленное войско с доблестными полководцами и в то же время трещали о том, что русская армия должна немедленно теперь же начать решительное наступление и что они, англичане и американцы, хотя единственный американец, который приехал с ними, был частным лицом, предвидят плохой конец войны, если царь Николай не предпримет что-то, в чем они и сами не разбирались. И вдруг грохнула в Петрограде революция, царь сошел с престола. Господа из-за морей посовещались и спешно выехали в Петроград, чтобы с достоверностью узнать, что же творится в России и каковы будут последствия русской революции для капиталистов лондонского Сити и американского Уолл-стрита. В доме Юсковых остались двое. Постоянный гость Сэмуэл Четтерстворк, прозванный Серым Чёртом, и вольно путешествующий революционер из Мексики Арзур Поло, с которым подполковник Владимир находился в довольно странных отношениях. «Что у него за связь с этим русским мексиканцем?» думал Михаил Михайлович. «Или мало своих бунтовщиков ты притащил за море?» «Эх, Володя, Володя, лучше бы ты стал деловым человеком, а не бестолковым политиканом». Потому и отозвали из посольства, кругом запутался. Жену Евгению Сергеевну Михаил Михайлович просто ненавидел как мерзкую и похотливую самку. Так она и будет барахтаться в грязи. Там ей место, скверно, гадко, скверно, бормотал старик себе под нос. Он знал о ее связи с Вастротиным, да и как не знать, если эта связь длилась чуть ли не 25 лет. Он знал и то, что дочь его, Аина, похожая на красивую розовую бабочку, вовсе не его дочь, а Вастротина. Но он молчал. Он всегда молчал, и молчал не потому, что боялся петербургских Толстовых, предприимчивого Вастротина, нет. Он просто понимал, что даже в нравственном падении Евгения Сергеевна была превосходна. Она была сильнее его и чище. Она не скрывала своих грехов и была откровенна в своей любви и ненависти. Она подлая, беспутная, а я боюсь ее и чувствую себя виноватым псом, гнулся старик не в силах выдержать натиска пронзительно-синих глаз Евгении Сергеевны. И каждый раз, прячась в своем кабинете, разматывал старческие думы. Кругом скверная ложь, во лжи погрязли и невидим исхода. Добро и зло всего-навсего слова, и в сущности их никто не верит. Отчего же? И жизнь наша не стала красивее. Родитель мой шел с общиной у какого-то Филарета Боровикова-Пугачевца. Крестились двумя перстами, бежали в Сибирь от антихристовых слуг, от царя и крепостной неволи, а сами себя мучили и сыскали погибель через собственную жестокость. Не стало общины, и люди разбрелись по всей Сибири, в забытие ушли. Так же и мы не ведаем любви к ближнему, не ведаем добра и зла. Всяк живет во имя живота своего, скверней отойдет в небытие, как говорит моя престарелая мать. Мать Ефимия Вакумовна, сто двенадцатилетняя старуха, еще жива, бодра и проклинает дом, из которого ушла под натиском невестки. Не зрить мне тебя, Михайло, сказала старуха на прощание сыну. Паскудство в твоем доме, блудницу держишь. Блудница, блудница, пыхтел Михайло Михайлович, но отчего же блудница чувствует себя девою непорочной и все трепещут перед нею в том числе и он старик. Когда я говорю «Спаси и помилуй меня, Боже, это все равно, как если бы я сказал Ионыч, помоги натянуть сюрту». Такая вера не от Бога, а от нечистой силы от того и разврат. И умираем мы, как животные, нам жаль жизни, жаль скверны, в какой погрязь.